Девушки отдыхают Я думал, ты вернулась к семье Ну да, типа того Но я думала, что... Это значит, что ты не приедешь? Я правильно понимаю? Уже еду Ох, спасибо Прямо камень с души Только мне нужна инфа Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди Это из-за соло Насквозь меня видишь Угу До скорого Ну, допустим, мы соберемся и поедем А что потом? Контракт разорван Нам тут больше делать нечего Лагерь хотите свернуть только вы Идиоты, блядь Потому что стол не может вовремя остановиться Давайте, ну... Пускайте игры, где нельзя выиграть Нет, остальные будут сторожить лагерь Делайте обход каждые полчаса Докладывайте лично мне Мы готовимся к приему гостей из биотехники Или к четвертой корпоративной Стилеты могут напасть в любую минуту Мне кажется, ты немного преувеличиваешь Я больше не... Привет! Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха Так ты дружка позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага Поэтому я и попросила, Ви, чтобы он тут перед тобой покрутил Вообще не понимаю, что здесь происходит Нет, ну правда, Сол Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно Это же такой шанс Какой? Шанс загубить все, ради чего мы... Какая-то унылая у Вас дискуссия Похоже, тема уже успела всех утомить Нет, дискуссия закончилась давным-давно Люди из биотехники будут здесь через час Постарайтесь за это время не налажать Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу? Я думал, Ваш союз с биотехникой распался Сол хочет довести дело до конца И доказать, что Аль-де-Кальда держит слово Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали, блять Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги А мы только кланяться и говорить спасибо А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцир Мелитеха Корыто откуда-то из шестидесятых Его хотят спихнуть в какой-то стране третьего мира Где он будет считаться новейшим чудом техники Конвой Мелитеха поедет совсем рядом По 101-й трассе Грех с ними не поздороваться Скажи честно, твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя никто не мог так выбесить Сола Не в бровь, а в глаз Если бы он сам до этого додумался Ему бы казалось, что это лучшая идея в мире Заткнись, Сол не настолько мелочный Просто он трус Он хочет перестраховаться и залечь на дно Как всегда, ради семьи Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру Семья разваливается Если мы упадем в яму с биотехникой Нас перестанут воспринимать всерьез Окей То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Солы? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились Помнишь, панам? Мы договорились, что я пну тебя под жопу, если ты опять захочешь ввязаться в какую-нибудь хрень Ага, и это было перед тем, как мы поехали к стилетам У тебя был шанс, но ты его упустил Нашлась чем сравнивать В тот раз мы спасали члены твоей семьи А теперь ты хочешь его обдурить Если тебя это не устраивает, можешь валить отсюда А почему, кстати, Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что милитех нас раздавит, если мы их обнесем Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить Как с биотехникой Просто пиздец Ага, а вы бы наоборот хотели... Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего к перевозкам То есть к контрабанде Я так и сказал Я думал, вы с Солом уже закопали ружье войны Я тоже, но, видимо, перемирие действует только тогда, когда нас хотят убить Вот именно Ты же сама спасла ему жизнь А теперь хочешь с ним разосраться? То, что я спасла ему жизнь, не заставило его ко мне прислушиваться Так что мы вернулись к тому, с чего начали Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви Эй, разве я сказал, что согласен? Угу, пойдем поговорим с остальными Получается, на операцию согласились только четыре ветерана, и все Других мы даже не спрашивали Слишком большой риск, что кто-то пойдет, но стучит Солу Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск Опасная эта затея Да ладно, ничего опасного Этот караван даже охранять особо не будут И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке Снова пытались убедить Соло И ничего не вышло Ага Так, слушайте все Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер Мы встанем уже до переезда через трассу 101 Нападем сзади и быстро оттуда смоемся Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, Солнце Угу, кратко Допустим, у Панам свои счеты с Солом Ну а вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратах Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы Ладно, я с вами Окей, спасибо Сначала заедем на станцию Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами Ну и круто, поехали А голос-то у тебя дрожал Неправда А, да ладно Вспотели ручки-то? Да иди ты Ты точно не оставил следов? Мелитех ничего не заметит? Ты что, во мне сомневаешься? Окей, окей Я ничего не спрашиваю Лемар Килимский, председатель Союза Заявил, что убивают не импланты, а люди, которые устанавливают их, не следуя предписаниям И я на стороне мистера Килимский В городе Антони под Парижем Наконец задержан опасный экстремист левого толка Тома Кляши Кляши из-за нарушителя общественного спокойствия Он годами призывал европейские... В лагере точно не заметят, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику А ваши унылые рожи их не впечатляют? Это как видать А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает Расставил часовых по всему лагерю А тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаешь Мне не хватает ощущения какой-то новой жизни Свободы Но его всегда отравляло чувство пустоты Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна Да, я тоже не сразу к тому привык Хотя, почти никогда не оставался один У тебя кто-то был? Настоящий друг Его звали Джеки Он бы точно тебе понравился Джеки Я запомню Мы на месте Вот это махина Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся Может, ну нахер этот Василиск? Действительно Будем ездить по путям до 101, а потом обратно Соло даже уговаривать не придется Все готово? Конвой Мелитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем Мы должны будем их поймать на переезде Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной Ви, есть вопросы? Кто-нибудь знает, как завести эту штуку? Древняя хрень Кэрол ее взломает Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять Мне кажется, вышка давно обесточена Мы этим займемся Вы с Панам пока поищите код авторизации Ну что, пора за работу Кого я вижу? Ты пришел помочь? Я угадала? Первый раз вижу такую старую технику Как ты справляешься? Откуда узнала, как с ней работать? Из книг Ты еще не видел, что внутри сигнальной вышки Они там использовали перфокарты Представляешь? Что за перфокарты? Старые носители данных Сеть обрушилась, пришлось вспомнить методы 20 века Как они вообще выглядят? Обычные картонные карты с колонками дырок Которые служат кодом И каждая дырка — это единица информации Вообще, мне интереснее говорить не про перфокарты, а про, ну... Ха, дай угадаю Ты не понимаешь, зачем тебя позвали, правильно? Ага, можно и так сказать Она вернулась в семью Перетянула на свою сторону Митча И еще кучу народа И все равно позвала тебя Интересно, почему? Вы же понимаете, если мы облажаемся Край не будет по нам А мы, типа, прикинемся ветушью, что ли? Думаешь, сол нас не тронет? А по нам получит оптом за все? Ты посмотри на этого пацана, Тед Ему кажется, что он заботится о Панам Больше, чем ее семья Почему вы ее не поддержали, когда она ушла из клана? Потому что в тот раз Она вела себя как дура Вам кажется, за это время она поумнела? Да Она ушла, научилась чему-то новому Пожила одна А потом сумела вернуться Таких людей в семье ценят гораздо больше тех Кто сидит на жопе ровно и делает, что говорят Сол будет беситься Даже если все получится Уже представляю его лицо Помню, когда мы впервые встретились Ты страшно боялся впасть в немилость к Солу Не настолько, чтобы бросить Панам на произвол судьбы Да, но теперь-то ты бунтуешь в открытую Что-то изменилось? Ага Я понял, что Панам права Как у вас тут дела? Потрясающе, как же еще? Все подключено, ничего не работает Работает, только нестабильно Ви, можешь просканить? А то мне не очень улыбается разбирать все это на части Конденсатор поврежден Третий справа О, и правда Подожди чуток, надо его заменить Ага, проверим еще раз Работает Спасибо, Ви Тебе помочь? Конечно Но на твоем месте я бы сначала поискала другие варианты Ого, вот это скорость Ого, вот это скорость Топен болезнь Ноги в руки и вперед Вам посветить? О, круто Спасибо, парни Я всегда любила поезда И станции, где соединяется много путей Прикольно, когда рельсы сходятся Да, точно Когда смотришь на них сверху, чувствуешь... Свободу Будто можешь начать тысячу путешествий одновременно Наверное, чуть проще Надежда Так, мы на месте Кэрол Что нам надо найти? Верфа карты Что это? Такие картонные карты с дырками Я помогу тебе искать Окей Спасибо Спасибо Тут ничего Мне кажется, она должна быть... Вещи внимательнее... Тут ничего Тут ничего Тут ничего Тут ничего Как там Которые Воскратно Как я Ничего. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Я собиралась сделать круг, прощупать почву, а потом обратно спрятаться в свой домик. Предлагаю пропустить щупание почвы. Что теперь? Я бы не хотела сейчас ублажаться. Пока у тебя получается. Это потому, что я еще даже не начала. Обычно я сначала делаю, а потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю, понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честная. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог, и я боюсь сказать или сделать что-то глупое и остаться одной в пустыне. Я лучше просто буду рядом. Пусть даже как друг. В следующий раз иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Хэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Просто выдохни и расслабься Ты так паникуешь Будто ты первая, кто вышел против Соло Ой, давай только без этого, а Не надо меня утешать А я знаю этого человека? Знал, Скорпио. Он вернулся с войны накрученной. В голове полно идей, куча новых контактов. Стал убеждать Сола объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешить. Давайте-ка выпьем за Скорпиона. За Скорпиона. И за Джеки. Вы все мало говорите о войне. А что тут говорить? Запихивали тебя в панцир в Центральной Мексике. И марш вперед, рядовой. Неделями говоришь сам с собой или с бортовым эскином. Ее дит хлещешь, как в воду, потому что снаружи счетчик Гегера зашкаливает. Угу. Как вспомню, что мы сидели в этих раскаленных гробах. У меня жопа сыпью покрывается. И несмотря на это, вам не терпится покататься на Василиске? Это другое. Совсем другое. Поймешь, когда в него сядешь. Я попробую немного поспать. Давай. Наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Как-то вдруг прохладно стало. И правда. Ну, это мило. Может, тоже немного поспишь? Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю, посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут Большая Медведица. А вон там справа, видишь, звездочка взяли? Да. А видишь, да? Это значит, что у Большой Медведицы течка. Спокойной ночи, Ви. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. Все готовы. Давай, разгони его! Они едут быстрее, чем мы думали. Не уверены, что нам хватит скорости. Отцепим один вагон, быстрее пойдет. Финни, тупи! Расхерачивай сцепку! Мы близко, но скорость слишком... Стреляй в эту чертову сцепку! Я их вижу! Отрежем их! Окружайте! Блядь! Заело, что ли? Ловно, парни! Набирайте грузовики! Противно! Двели задницы, Дэнни! Начинаем! Он за... Приближайся к цели! Давайте быстрее! От нас так просто не отделаешься! Стреляй! Огонь! Попали! Митч, Боб, вперед! Все идет по слабо. Ладно. Будьте осторожны. Поезд отправляется. Окей, погнали! Ну, понеслась. Черт, сработало! Ха-ха! Само собой, я же еще тогда говорила. Ну, как оно там, Ви? Весело было? Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Это великая честь достанется Митчу и Тэнни. Так, я потеряла канал Милитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают и сменили коды. Как раз вовремя, на мой вкус. Митч, Боб, вперед! Если хочешь, я с ней поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Блядь, по нам! Ну, понеслась. Объясни, что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами «Мелитеха». Чёрт, по нам, они видны за много миль. Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стелеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам ещё и от «Мелитеха» прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперёд! Мы оставим себе Василиск хотя бы, чтобы вспоминать, кем были Альдекальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападёт? Когда я закончу с биотехникой, мы соберём семейный совет и обсудим твоё поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск? Мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Миш, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно. А что нам потом с ними сделать? Оу, у меня есть идея. Ничего себе, у тебя лёгкие. Ты сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было десять. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Всё хорошо? Да-да. Хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви. Конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...